Сделано в Вятке И аналогично, и поздравляю с первым выходом в эфир в этой передаче Надеюсь, нам будет что вспомнить Сегодня я дебютирую, да, немножко Нет, но и в эти годы мы с тобой, как сейчас выяснили, эфира уже оба были живы и были сознательны Сегодня мы будем говорить о Кирове в 1968 году Тебе было 10, мне было 9 Я был уже вполне себе таким нормальным, осмысленным, хорошим, ходил в школу Это уже такие времена, когда все помнится Не то, чтобы все, понимаешь, но вот когда сейчас начинаешь вспоминать Предположим, говорим, 1968 год, начинаю вспоминать Сначала какие-то отрывочные воспоминания Потом сравнишь с цифрами, начинаю вспоминать, что было, что было, как было Самое интересное, что когда я стал вспоминать 1968 год Я вспомнил не про то событие, про которое мы сегодня будем говорить чуть попозже Я вспомнил совсем другое Я вспомнил, что в этот день я впервые увидел, как начали строить цирк Понимаешь? То есть там вот в Соловьевском парке появилась вот эта вот ограда долгостройка, колючая проволока, вышки, да, то есть все думали, что же там такое строится, ходили разные слухи, что чуть ли не военный, какой-то военный объект строится, потом мы же еще маленькие были, мы не понимали, что это просто труд немножко, скажем так, людей лишенных свободы там был, поэтому их охраняли очень четко на этих вышках. Вот это было такое, как бы, первое вспомнение в этом годе, а потом, когда я уже стал говорить, стал вспоминать, да, я вдруг вспомнил, что год-то был для Кировской области, конечно, скажем так, очень трагичный. Ну, поехали в 68-е. Поехали, конечно, да. Цирк был Шапито, Брезентовы вот за Спасским собором на площадке раз 25-го мая в нем состоялась премьера, но премьера только началась и практически сразу завершилась, потому что вошли официальные люди, сказали, что вот событие, о котором мы сейчас будем говорить, и просим всех пойнуть цирк. В общем, мы сразу перенесемся в мае 68-го года в Иров. Немного нарушим традицию. Представьте, Эртину, по улицам Ирова чатся немец и мотоциклы, в которых сидят немцы в форме, в погонах, даже в касках, а в колясках и за спиной обожженные, рвавленные люди. Народ на тротуарах недоумевают встречные и попутные водители. Вообще, один грузович пытается перегорядить дорогу этим мотоциклистам, но они объезжают его по тротуару и дальше мчатся. Мчатся они, конечно, на улицу Дрелевского, тогда, в травмбольницу, а рвавленные обожженные люди это раненые, уже поняли, на взрыве на стадионе трудовые резервы. Вообще, да, события, определяющие год в нашем городе, но если о нем говорить детально, то не хватит и одной передачи, наверное, передачи три надо посветить. Причем, эти факты я не придумал, это из книги краеведа-юриста полковника Вячеслава Манылова вся правда о взрыве на стадионе трудовые резервы. Книга вышла в 2012 году. Ну, вот я напомню просто, что было. В это время, сейчас говорят, что сам по стране занимался такой театр, не театр, шоу, не шоу, но московский театр со спектаклем есть на свете Москва. Вот эта тенденция сохранялась, по-моему, до 2000-х. Ну, такой примитивный уровень, то есть на стадионе с пиротехникой, вначале там под мрачную музыку и наступают немцы, вроде наши отступают, гнабят, совершается чудо, обратно там гонят этих немцев, они позорно удирают, в это время все взрывается, потом поют песни, там все ближе, ближе. А нашим дням и завершает, пусть всегда будет солнце. Вот такое шоу планировали у нас на стадионе трудовые резервы. Я говорил в прошлом выпуске, что стадион хотел отказаться, потому что от подобных мероприятий страдает травяное покрытие. Газон очень сильно страдает. Да, хотели перенести на Динамо, но слава богу на Динамо не перенесли, потому что там жертв было бы гораздо больше, если бы ирпичные здания взорвались. Ну вот представьте, вот уму непостижимо. Тогда, конечно, никто не контролировал, но больше тонны пиротехники этот театр возил с собой в обычных пассажирских вагонах. Вот у нас было выгружено около 40 ящиков с пиротехникой и там почти 200 килограмм дымного пороха. Вот все это приехало в последний день. Даже пожарный инспектор, который проверял стадион, он просто ему не сказали, он не знал. Там были совещания в горысполкоме вот и тем же представителям УВД им просто не сказали, что будет порох, пиротехник. Они просто думали, что придут солдаты из местной войсковой части, поставят, проведут вот это шоу. На самом деле была семья не их Березенцевых, муж и жена, по разным сведениям. То ли они рассорились и жена уехала обратно в Ставрополь, то ли у них дочь заболела из разных источников. Остался один пиротехник. Народ стал скопляться на стадионе. Начало было в 6 часов. Так при чем вот тут, Евгений, насколько я помню, они не просто, знаешь, там в Пазарусских вагонах привезли, они и сгрузили-то его так, знаешь, вот как как будто там тюки с соломой, да, скитали, свалили. Возили в вагонах. Там было под трибунами, причем под правительственными контролем. Причем у него стояла там включенная плитка со спиралью, вот представьте, и он тут же заряжал порохом эти взрывы. И в это время он находился на стадионе и все удивились. Почему-то рано начинается представление, потому что раздался хлопок и залетали раэты, вот видимо, пиротехники. Кто-то даже начал аплодировать, но потом на зрителей полетели горящие бумаги, вот эти спортивные гранаты, гантели, в общем, горящие головешки. Ну, все, что было в этом здании, да. И в это же время раздался второй взрыв, который буквально разметал деревянный дом вот рядом с трибунами буквально на бревна был. Он для ВИП-персон обрушился. Вот началась паника. Люди бежали со стадиона, но вход был со стороны угол... Тогда большевиков и Горбачева в этот вход был, да. Да, вот там и второй выход был уже ближе этой прекрасной избе. Народ пытался бежать, толпы валили, не могли понять, что, почему со стадиона пытались туда попасть. Возникла давка там, а то-то просто жался забором. Вот я говорил, что очень, конечно, пострадали вот из-за веяния моды. В том году вот было сказано, что началась мода на синтете, у нейлон, апрон и все. И вот было где-то около 20 девушек 13-15 лет. Это танцевальный электив профтехобразование. Они были в эпицентре почти взрыва. И огнем вот эти нейлоновые кофточки прямо облепили. Они прилипли к коже, их просто полили пожарное потом водой, везли в грузовик. Вот. Когда привезли в травмбольницу, то оказалось, что уже не работает, раздевал. И выписали всех мгновенно, кто мог ходить. И поэтому по городу чесали люди в полоцатых пижамах во всех направлениях. Да, еще и некоторые на костылях. Да, трупы свозили в морг. Кто-то из старожилы еще помнит этот такой красного ирпича морга в готическом стиле. Это морг старой земской больницы. Вот он на улице Московская. Сейчас там территория войсковой части. Свозили туда. Официально погибло. По разным сведениям 38-39 человек. пострадало 111. На самом деле все сходятся во мнении, что цифры конечно же были занижены, что люди, которые умирали позднее по разным причинам от ожогов, от сердечных приступов, от травм, их просто не фиксировали. на все предприятия города было отправлено разнаряд оделать гробы. Вызывали родственников. Было тройное оцепление этого морга. Сразу брали подписку о неразглашении. Запрещали везти во двор. На прощание опознавали тело, выдавали покойного. Гроб сразу на грузовик, на маркарье. На маркарье запрещали писать, что трагически погибли дети. Один человек, у которого две дочери были буквально на балконе, он даже грозился выложить паркбилет на стол, а тогда ему разрешили. Солдаты были, конечно, много всего. Вот такое событие. Причем и водит с пресса, конечно, молчал. Говорят, что был прямо у нас Петухов, первый сэритаря Кома, который вошел своему юристу консульта, он был бледный ахмел, потому что они только что уехали оттуда. Вот рассматривали все версии, ну теракт, конечно, потому что могло быть все руководство города и области, еще что-то. Но в итоге все-таки вот эта халатность пиротехника дали там разные руководители. Ну небольшое там, два с половиной. Меня вот поразило, что я вчера читал вот эту книгу Мансурова, перечитывал. Вот представьте пожарным, которые в принципе должны были проверить, но проверили на день раньше, когда еще ничего не завезли. Начальнику пожарного отряда дали год исправ работ с удержанием 15% зарплаты. Инспектору дали, по-моему, 6 месяцев с удержанием. А представьте сейчас вот... Нет, насколько я помню, Жень, приговоры, там самый длительный слог 2,5 года лишения свободы, по халатности руководителя. Это даже при официальном числе погибших, конечно, несоответственно. И просто у меня параллель с нашим временем, когда вот вспомним трагедию в Зимней Вишне, когда прямо пожарных этих пачками сажали, арестовывали, были сейчас, конечно, за такое, то есть законодательство усугубилось в разы. И вот, и насчет подписки они выездят, о неразглашении, тут тоже, смотри, вот интересный момент, то есть у меня мама и папа ходили на это мероприятие, да, мы жили на улице Костормейской, ну, я как бы уже несколько раз ту историю рассказывал, что, ну, сколько мне было, господи, 9 лет, да, вдруг неожиданно там же была рядом станция скорой помощи, вот чуть выше там в сторону... И помчались машины. Одна за другой поехали сначала машины, да, мы там играем, ну, там было между акацией дворами, знаешь, что мистерская травка, что-то там делали, с какими-то насекомыми, что ли, возились. Поехали одна за другой машины, потом потянулись люди, да, вот этих вот, которые шли оттуда уже, да, все в ком-то шоке, там, в прострации. У меня пришли родители, вот что интересно, они еще никакой подписки ни о ком не разглашения не давали, но они ничего не говорили. То есть, просто пришли молча, что-то там промеж собой поговорили, никакой информации, условно говоря, почему так, что произошло, я от них не получил. Отсутствие информации, оно рождало слухи, вот это больше вреда было. И то есть, вот всю эту историю про взрыв, я уже узнавал, как бы, от соседних мальчишек, там, от кого-то еще, от каких-то там дяденек, то есть, возникала, вот, на самом деле, это картина немножко такая дезинформирующая. Через день только передала голос Амери и Тарьеди, и, по-моему, и Тайс Эйрадио об этом событии. вражеские, я скажу, поэтому ползли слухи. Я причем говорю, что молчали даже люди, которым еще не запретили рассказывать, они уже по какой-то, знаешь, запретили родственникам жертв говорить и все. А зрителям-то вряд ли было 30 тысяч билетов было продано, а кто-то успел. Часть не дошла, потому что, да, после взрыва люди переходили перерез до Ерцина и Ленина, там прямо вот над этим домом истая, летали бумаги, все небо было, они думали, что это часть праздника, столб дыма и вся улица Ленина была усеяна бумагами. Вот слухи поползли, говорили, что погибли Николин, Витцин, Маргунов, которые якобы должны были приехать, они не приехали. Актеры задержались на полчаса, вот, и Бернес, его встречали, он должен был выступать на этом шоу, задержался самолет у него на полчаса, его встретили представители области в аэропорту и отправили сразу же обратно в Москву. Ну, вот говорят, что у него сердечный приступ случился, конечно, хоть он это и не видел, если бы позднее... Он просто мог себе представить, что если бы он не задержался на полчаса, что могло быть с ним. Да, вот до сих пор, до настоящего времени эта незажившая травма у нас в области... Вот, конечно, после этого ужесточили все правила перевоз и пиротехни, и там, и прочее, прочее, но вот что случилось, то случилось. И, кстати, ты говоришь, незажившая травма, если приходишь сейчас на трудовые резервы, то, извини, это просто живой памятник этой трагедии, потому что с тех пор там, собственно говоря, стадион практически перестал работать. Вот и в церкви я упомянул, что представление на начале закрыли вот из-за взрыва, народ выпустили, они все... Нас вот спасло немного тоже вот личных воспоминаний, то, что в этот день мы с утра были на стадионе «Динамо», там было для детей и пионеров представление, а потом пришли, был прохладный день такой, вот мы были в плащах, вот и слух прошел, что открыли подземный переход на Лепсе для детей, ну, это же метро Вятск, и все, и мы поехали, по-моему, это был первый, по-моему, подземный переход в Вятке, да? Да, первый самый, да. Бесплатный проезд, мы поехали на троллейбусе, свизгом бегали по этому подземному переходу, надоело, приехали во двор, и вот столб дыма был виден с любой точки города, грипп такой черный, вот. Ну, в мир, перейдем, были в этом году, конечно, события и трагические, и забавные, и все, и оно, наверное, все-таки доминирует в этом году. Ну, вот, если набрать просто Киров в 1968, то там страниц 10, наверное, там и в Гугле, и в Яндексе, это все взрыв на трудовых резервах. То есть, как бы это уже вот две цифры, которые плотно очень связались. Посмотрим, что в мире творится. Ну, в 1968, после победы на первичных президентских выборах в Калифорнии был смертельно ранен сенатор Роберт Эннеди, сенчавшийся на следующий день. А мир еще не отошла от первого шока, от убийства президента, и все. Ну, и причем при убийстве Роберта Эннеди пострадали еще пять человек. В этом же году в Нью-Йорк и впервые установили телефон спасения 911 для вызова полиции, скорой помощи и пожарной. А у нас работает в ИРВ этот, я вот ни разу не пользовался. У нас какой-то аналог, МО-112 называется. Вот. Да, каждую передачу, повторяю, что в разгаре Вьетнамская война начиналась и в 1968, наверное, достигла своего ПИА во Вьетнаме было 486 тысяч не только американцев, но и их союзник австралийцев там еще вот и все. Это вот представьте, все население Ирова поехало воевать во Вьетнам. В 1968 год. Ну, в этом же году произошло, опять же, я говорю, что много трагедий. В этом году опять же, незаживающая трагедия во Вьетнамской деревне Сонгами, это взвод лейтенанта Илли сжег живьем 567 стариков женщин и детей. Это я помню. Конечно, это побольше. Потому что это очень горячо обсуждалось. На таком фоне в Мехике открылись 19-е Олимпийские игры СССР, завоевали 5 мировых рекордов. Поставили 5 мировых рекордов. Опять же, трагедия года. Исчезла атомная американская подводная лот С-РПОН с 99 членами ИПАЖа. На борту до сих пор это тайно порытое мраком облом и лот и обнаружили позже в 400 милях юго-западу от Азорских островов. Что? А где? Много версий. Надо тоже понимать, что в те годы такой системы связи, как сейчас, просто не было. Конечно, продолжались и другие события. В СССР запустили зонд-5, который впервые облетел Луну. Сайтовый облетел. Не знаю, по-моему, фотографировал или не очень. Ну, а следующее, у нас ведь тоже планировали высадить человека на Луне. Была лунная программа. Это бы состоялось либо в следующем, либо в 70-м году. Но следующий зонд, который должен был приземлиться на Луну, вот, ну, как бы проба перед... Перед тем, как людей отправляют. Человеком, он просто разбился о поверхность Луны, и поэтому приостановили программу. И свернули. Вот, да и не до этого было. Брежне, вот, конечно, сильно испортило репутацию советского правительства. Вот это вторжение в Чехослава, это опять трагедия была. Это, конечно, вот я говорил, что во Вьетнаме воевало 486 тысяч, а войска варшавского договора ввели в основном в Прагу, но в Чехослава 600 тысяч человек, 700 танков, это уже больше населения Ира. Вот сейчас все больше деталей этой пражской весны, масса фотографий, везде. Событие, конечно, было ужасным, ужасным в мировом масштабе. Вот, впервые это вмешивались во внутренние дела, да и до сих пор у нас неадекватно оценивают, а чем дальше, тем все более неадекватно. Но вот я все равно упомяну, что в знак протеста первые диссиденты в 68-м году вышли на Красную площадь Москвы, это Литвинов, Богорас, Бобиц и Делане, Дремлюга, вот протестуя, ну, часть была отправлена в психуш, и часть посажена, но некоторые живы у нас до сих пор. Ну, вот, вообще-то официально считается, что 68-й год это год зарождения диссидентства в СССР у нас и реверс-принципы. Но это была большая, очень громкая акция, вот протеста как раз, да, против Богословича в СССР. Просто была ошибка правительства, которую нельзя было не замечать, и, в общем-то, даже и у нас в Ирове появился, ну, он и раньше, наверное, уже 68-му жил, это православный диссидент, вот, что фамилия была. Да кто же сама бывает? Тара? Нет. Сейчас вспомним, да. Потом дело Чапурова в училище искусств и прочее, в общем, вот, власть испортила свою репутацию, тем более, талантов, талантов, да, талантов, гласности нарушения прав человека на территории СССР. Ну, в этом же году начались программы «Время», вот, в 68-м, это уже год у нас было две программы, вот, по первое время было, началась в «Мире животных», ведущая первая были Песков и Дроздов, вот, а комсомол наградили орденом революции, а в целом, конечно, ну, как, я бы еще из мировых событий, в 67-го года, конечно, вспомнил Париж, в 67-м году там было очень горячо, были огромные студенческие волнения, разгоны, и, в общем-то, более масштабно даже, чем вот этот бунт «Желтых жилетов», который недавно прошел, да, и тоже правительство французское ему пришлось пойти. вот левые идеи будоражили мир, будоражили Европу, Францию. Нет, ну, просто я имею в виду, что Францию это как бы наиболее ярко произошло, да. Год назад был застрелен Че Гевара, вот его идеи еще витали, поэтому, в принципе... Так идеи Мао были очень модны, вспомню, малоизм-то это очень сильно развивался по всему миру. Единственные Редисы Евангелия в том году, вот, все, но в целом-то, конечно, время было, вот если жить в том году и оказаться, время было не настолько сумрачным. Да, события, да, трагедии, да, тут в родном городе вот этот взрыв там, но это вот по инерции еще вот та эйфория шестидесятничества, она доминировала, она витала вот это, оттепель или так называемая оттепель вот сейчас вот какое-то вот создавались и в музыке, и в фильмах, и это шедевры еще вот не было гнетущей, такой давящей тяжести государства, поэтому даже вот трагедии, они переживались довольно легко. У нас перерыв или еще мы... Нет, еще можно немножко, да, еще пару минут проговорить. Поэтому вот где-то войны, а где-то движение за мир. Все равно... Нет, ну опять же, когда ты говорил о войне во Вьетнаме, то, соответственно, активизировалось движение о мир в самой Америке. Там сколько же было этих демонстраций, сколько было это. Если Европа была охвачена вот ими-то студенческими волнения, Америка была охвачена антивоенными выступлениями, опять же, доминировал лозунг «Met love not war», «Met love not war», «Дело любовь, нет войне», вставляли эти цветочки в дуло автоматов, вот до сих пор, но был рассвет хиппи, возникали омунные хиппи, уже моды перешли, уже даже в этой, в самой патриархальной, там, захолустной Америке, уже длинные волосы не озались чем-то жут, им уже не стали бы в фильме обеспеченной езды, забивать там человека битами только за то, что у него нет прическа, уже вот масса пела, групп мода хиппи, это, конечно, джинсы с бахромой, джинсы лежа, урт с бахромой, фенечки, яркие рубашечки, все вспомнили, петуха, то есть весь мир хипповал, весь мир веселился, протестовал против войны. Через год уже был в Удс, так все-таки не забывай, все шло к этому. А у нас это все было. Конечно, выходили величайшие альбомы, если стоит упомянуть, то белый альбом Битлз, моей любимейшей Харрисона, Вайлман гитара Джонтли Випс, а моя гитара нежно плачет. И у нас, наверное, еще в Ирэве этот альбом услышали через год-два. Я-то вообще его через пять уже услышал, только так получилось. А о том, как жили тогда, после... После небольшого перерыва, да. Как жили у нас в Стальном? Прервемся. Сделано в Ветке Да, эта программа сделана в Ветке. Сегодня у нас традиционно в гостях Евгений Либертович Петунин, историк, краевед, руководитель музея Ветгау. И мы говорим о жизни в 1968 году. И в Кирове, и в мире. И сейчас, наверное, снова в Кирове. Снова вернемся в Киров. Где мы с тобой уже были и по этим улицам уже бегали. Бегали. То, что вот запомнилось... Конечно, снова вернемся в Ира. В 1968 году уже темпы строительства замедлялись, уже не так масштабно строились панельные хрущевки, уже черемушки... В Черемовске застраивали. Застроили. Нет, еще не застроили полностью. Продолжалось, но уже не было таких темпов. Потому что все, что можно было, сдали в 1967 году, юбилей революции. А что-то там еще планировалось, надо было сдать в 1970-м. Столетие Ленина. Юбилей Ленина. Поэтому город... Если представить с высоты, скажем, вот сейчас много с ним сделают с этих летательных аппаратов, с дронов, то вот представьте город, это центральные улицы, это и хребты-то и скелеты с крупными домами, с ими-то там пятиэтажками, девятиэтажей еще не было, и в помине. А все остальные кварталы заполнены были деревянными домами. Деревянными домами. Причем эти улицы не были заасфальтированы. Вот, например, я помню вид из Сильфосинститута с верхних этажей на улицу Малина. Там мимо гастронома пять метров асфальта, и дальше девственная улица, трав растет все. Такая же улица была труда. Недавно вот попалась Эртина Харлова со знаменитой лиственницей на труда, вот там деревянная демишка, и нашел фотографии. То есть труда вообще не еженая была. Вот ее жизнь. Магистрали были там Ленина, Эрламар, Соттябрь, еще там некоторые улицы. Нет, ну Костромейская была, где я жил, заасфальтирован, там же ходил троллейбус, троллейбус, еще вот эти старенькие МТБ, по-моему, или... МТБ. МТБшки, да, вот эти желтенькие, потому что ЗИУ-5 появился года через два только первый. Вот этот двудверный еще ЗИУ-5. По-моему, не было еще. Ну, по крайнейшему, по второму маршруту они не ходили. Автобусы эти древние... В 72-м списали последние эти самые МТБ. Где-то был в 70-м году примерно появились эти уже вот ЗИУ-5. Я что-то упоминал, вот это первые были. А так, вот если даже податься по улицам типа Дериндяева и Орла-Липнихта южнее областной больницы, это были сплошь деревянные-деревянные деревянные дома. Так нет, весь центр города, вспомни, почему название, помнишь, был район-то Зелень? Да потому что там все были сплошные деревьяхи, очень зеленые, хорошие. Сохранялись и рассиновые лавки, вот, было на пролетарской прямо попереду улицы. И очень много людей жили, конечно, в подвалах и полуподвалах. Вот даже в самом центре, если повернуть Орла-Марса в сторону Ленина по Дрилевскому, по Спасске нынешней, то где сейчас элитные дома, там были деревянные доми, и прямо вот вообще это глубочайшие были подвалы, вот. По большому-то счету жизнь у людей, ну, скажем, за 70 лет, вот с начала века она, ну, мало изменилась. Просто вместо иросиновых ламп появилось электричество, ну, может, не только на печах, но и на примусах, эрогазах готовили. ну, вот в этих деревянных по-прежнему так же были. Нет, ну, я жил в деревянном доме, там уже был привозной газ, вот этот в баллонах, то есть стояла плита, стояла. Печь была, само собой, но уже готовить можно было вполне. 66-го начали газификацию, но в очень многих домах просто была общая ухня, где она умели электричество, поэтому масса этих, я вот с той поры, наверное, 68-го и запомнил, в чем разница примуса, эросин и эрогаза. Вот, были холодные сортиры на улицах, дежурили по неделе по убору, там снега перед домом. Кстати, вот почему и чисто это было. Вот, конечно, с одной стороны хорошо, идиллия, это все патриархальное, эти запах дыма на улицах, свежий снег, но с другой стороны жить уже, конечно... С другой стороны, Евгений, смотри, ведь прошло 20 лет с небольшим после окончания войны, да, и поэтому вот у людей, которые вот уже вот к чему-то, что-то пришло, что-то было восстановлено, оптимизм еще сохранялся в то время. То есть люди жили все равно с верой в будущее. Это было. В 68-м году еще было. Да, верили. То есть, как бы... Несмотря на... И это... Хотя, ну, что тут... Информацию в основном брали из Советских газет, но тем не менее, вот раз в это время собирали пожертвования вьетнамским школьникам, каждый лаз обязан был собрать портфель. Вот я не помню, говорил я об этом, что вот я до сих пор недоумеваю, зачем вьетнамцам учебник и на русском языке. Туда надо было положить пионерский галсту и значок с Лениным. Там еще были бонусы, конечно, что что-то там добавляли от себя, ну, вот, по-моему, много лет собирали эту помощь там. Мне кажется, весь Вьетнам он был завален этими портфелями. Мы портфели эти не собирали, но у нас были субботники, да, вот как бы нам говорили, что все, что мы сделаем, все средства будут перечислены в помощь вьетнамским, ну, тоже, по-моему, пионерам там. У них Хошмин ведь был, да? Хошимин. Да, да, да. Да, Хошимин. У них как-то вот эти пионеры тоже назывались там дети Хошимина или внуки там Хошимина, я не знаю, вот типа... Ну, еще, да, события. А мы-то чем занимались? Мы вот с тобой, наверное, вместе, может быть, вполне могли, что сидели и на Театре Смена на лучших фильмах этого года Чингачгу Большой Змей и верный друг индейцев Гойко Митич и все играли в индейцев. До определенного времени, а его не перебил Терминатор 68-го года. Ты имеешь в виду Фантомаса? Когда прошел в мае фильм Фантомас, то это все это... И буква Ф стала появляться вот это вот везде и всюду. На... На всех домах, да, граффити такие появляются. В сортирах даже вырывали из ситради листочки и писали там мне нужен труп, я выбрал вас до встречи. До встречи Фантомас, да. Фантомас, да. Причем в 68-м еще прошла первая слабенькая серия, потом уже стала развиваться. Вот это... И при том, вот я сейчас вспоминаю, да, ведь он уже был до 16 лет фильм Ограничение было. Фантомас? Да, Фантомас пошел с Ограничением до 16, с детям до 16. Но пускали всех. Пускали, да, потому что валы паруса там валили. Там же ведь еще надо было отстоять очередь за билетиком, чтобы попасть вот от этой сенсации. А я ведь помню, школьные, даже вот брали свой фотоаппарат смена, или какой там был, и переснимали с рана вот эту резиновую голову. Потом печатали в этих вот красных комнатах, а потом с этих фотографий еще переснимали. Да, это было, да. А хорошее по рублю или по полтине упродавали. И не иметь такую фотографию Фантомаса это был признак дурного тона. Потом вот Битлов, наверное, фотографии тоже переснятые, переснятые, но тем не менее. Да, на самом деле, в кино, да, сейчас я вспомнил Фантомас. Фантомас. Ну, и у нас, конечно, помимо Гой Амитича и нашей были хорошие, это, скажем, почти вестерн, это не такое удачное, но вышло продолжение «Неуловимых мстителей». Уже все равно по инерции еще любили и смотрели. Ну, нет, но первые два фильма они все-таки хороши. Очень хорошие, но вышла «Хозяин теги» с «Высоц», и вот дальше оно шло в «Алых парусах», сразу моментально стали популярными. Ну, «Высоц» уже раскручивался. «Высоцкий» так он уже был раскручен, он уже звучал с магнитофонов. Вот помнишь, эти магнитофоны это здоровенные такие вот. Ну, в 69-м уже были и здоровенные уже были. Я помню, по-моему, «Аидас» был, да, вот такой. Он довольно-таки здоровый был, магнитофончик. Ну, не самый здоровый. Но не портативный, скажем. «Кометы», «Яуза» больше. «Кометы», да, 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 да. Вот «Высоцкий» уже звучал. Ну, магнитофоны уже стали более-менее доступны, то есть практически, ну, скажем, каждого там десятого уважающего себя меломана опять. Нет, ну, ты про меломанов говоришь. Я это имею в виду просто обыкновенных там мужиков у меня на соседнем дворе, которые сидели, там играли в домино, в них звучал «Высоцкий» с магнитофоном. Правда, там запись была уже в 18-е или 24-е. Даже не у них, а скорее всего были моды, что ставили счастливый обладатель магнитофона. Он должен был за всем, что у него есть. Он ставил на дно и двор. Вот я-то им образом... Я-то жил в деревянных домах, там дворы, там такая сиська была. Вот я в Усоцкого впервые услышал. А потом как раз я переехал в те самые черемушки, которые вот тогда строились. А ведь, а не слышишь, там слухи-то были, что это блатной там уголовник, он чуть ли не матом песни поил. Да, а все были уверены, что он уголовник, отсидевший. А потом узнали, что актеры увидели иного в этом хозяина этой гито. Так поэтому повалили. А потом буквально где-то чуть позже был фильм тоже с Высоцким. Вообще мирнейший фильм, «Стрепуха» назывался, он там какую-то роль играл. Туда тоже народ валом шел, там вообще ни интриги, ничего, знаешь. На Высоцкого посмотреть. И еще был штофной удар, где он тоже появлялся. Но в 68-м вот именно «Хозяин Тайги» ну и народными хитами, конечно, стали «Ой, мороз, мороз» вот где-то. Ну и с «Бриллиантовой рукой». Кстати, тоже в 68-м вышло, вот «Остров невезения». Я в мире ее смотрел, как сейчас помню. Из этих самых неуловимых русских поля стали петь там то поинтеллигентнее. И уже постепенно андеграунд такой, мы сейчас сказали шансон там, начинал раскручиваться, но тогда он тоже был интеллигентнее, и все было интеллигентнее, чем сейчас. Вот уже популярна стала в 68-м году песня. Это хит Михаила Нуш и «На весеннем лесу». Пил березовый сок. Пил березовый сок. Ну, а хотя весь мир уже был завоеван гитарными группами, уже в принципе зарождались и это серьезные активы там, которые вот-вот там выстрелят через... Так не только весь мир, в том дело, что это уже было и в странах социалистического содружества. Там уже 65-го года, вспомнили, в Польше те же червоные гитары там, да, которые уже вовсю, ну просто это был копия Битлз полная. А у нас еще в 68-м это все-таки был какой-нибудь симпатичный певец типа Хили или девушка типа Менсара, которая либо под фонограмму где-то, почти не двигаясь в кадре. Ну, это движение вообще не приветствовалось. Да, она пела там ой-то хит года, вот, ну в этом же году вот вышел хит «Эти глаза не против Абадзинского», ну и, конечно, последняя летотрич, кстати, пел тот же «Нож», который спел весенний. А Мулерман пропел тоже ее. И песни, ну я не знаю, в принципе, тиражировались из фильмов и на пластинках, у меня была маленькая пластиночь. Еще помнишь такие гибкие пластинцы были? Из ФКС и пленницы, вот поэтому там был уплет песни про султана, который не вошел в фильм. Который не вошел в фильм, да-да-да, помню его. Ну и еще Иров был очень, конечно, консервативным городом, это сохранялось, наверное, до 70-х. Вот я в этом плане, о чем я сейчас скажу, то есть впервые в 68-м проняли моды на женские и обрючные стюмы. Если год назад появились мужские ремпленовые стюмы, ремплены, это негубущаяся синтезик, который протирался не до дыр, а протирался то, что цветное, оставалось типа целлофановый плен. И вот. И были такие же брючные стюмы, которые, ну, как бы, видимо, запустили оттуда, на Западе, чтобы сменить меню, но в Ирове абсолютно не было приемлемо. Женщин в брючных костюмах в 68-м в Ирове не пускали в рестораны и на танцы, не говоря уже про партийные советские офисы, и все, но тем не менее, где-то на природе, где-то что-то... Ну, считалось, что на природе лить дома можно. Вот такое было время, конечно, еще до талонов не доходило. Вот все ждали, ждали, что будет еще лучше и лучше. Ну, а что станет дальше, посмотрим. Поговорим в следующей программе в следующем году. У нас будет 69-й в следующей встрече. Там тоже много событий и в Кирове, и во всем мире, и тоже, опять же, и веселых, и не очень. Евгений, спасибо. Ну, до встречи в 60-м. Да, до встречи в 69-м году. Там, конечно, вместо их трагичных событий, ну, найдем. А что вы слышали? Мы слышали программу «Сделано в Вятке». В гостях у нас был Евгений Петунин, историк, краевед, руководитель музея Вятгу. До новых встреч. Сделано в Вятке.